Евгений Олегович, ребенку 2,5 года. Подозрение на лямбли из-за продолжающегося на протяжении 7 месяцев дерматита. Какой анализ лучше сдать на выявление лямбли? Аллерголог говорит кал, педиатр кровь из вены. Ну сразу говорю, все, кто говорят кровь из вены, к медицине отношения не имеют. Лямбли обнаруживаются только в кале. И все. Есть еще несколько сложных методов их обнаружения. Не столько сложных, сколько дорогих. Обнаружение их непосредственно в 12-перстной кишке. То есть есть специальные диагностикумы. Они представляют себе такую капсулу, которая на нейлоновой ниточке капсулку глотают, а ниточку фиксируют или на коже щеки, или на внутренней стороне щеки. Потом вот эта капсула в 12-перстной кишке растворяется. И там диагностикум, который реагирует на лямбли, если они там есть. Но еще раз фиксирую внимание. Практически это очень дорого. Для нас это нереально. У нас есть нормальный, эффективный метод обнаружения лямбли или живых, что редко. Или их цист в кале. Все остальные методы практически недостоверны. Поэтому только один. Тем не менее, вот смотрите еще раз. Подозрение на лямбли, да, можно... Я вот могу посмотреть и сказать, ребят, я вас всех подозреваю. Понимаете? То есть реально, если человек живет на территории бывшего Советского Союза, то каждого человека я готов подозревать в том, что у него есть лямбли. Это понятно? Понятно. Поэтому если у ребенка есть аллергический дерматит, то у него может быть куча причин для аллергического дерматита и лямбли в том числе. Но есть еще куча других способов подозревать. У лямблиоза, который надо лечить, есть совершенно конкретные симптомы, о которых мы еще поговорим. Субтитры делал DimaTorzok